За самоотверженный труд при оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией медицинские работники Северной Осетии удостойны наград президента России. Всего государственным наградам представлено 28 медиков Осетии. Из них орденом Пирогова награждены 14 человек. Медалью Луки Крымского 5 человек и 8 человек почетными грамотами президента. Каждый из медиков проявил себя в этот нелегкий период, остался верен своей клятве и долгу помогать людям. С героями нашего времени встретилась моя коллега Алина Хасаева. Подходим за вызовами. Третья, семнадцатая, седьмая. Пару минут на сборы и бригада скорой помощи выезжает на вызов. Вот уже на протяжении 35 лет так начинается рабочий день с Алиной Секоевой. Врач-кардиолог в разгар пандемии, как и все медики, находилась на передовой борьбы с коронавирусом. Признается, было тяжело. Наряду с КБСП станция скорой помощи приняла на себя основной удар. За смену одна бригада получала больше 25 вызовов. Из-за такой нагрузки часто приходилось отрабатывать по две смены. Первое время было очень тяжело работать. Из-за нехватки бригад, из-за очень большого количества вызовов, которые поступали. Люди были напуганы. 37,2 вызывали скорую. Все хотели сделать КТ легких. Выезжали на актив, как бы актив оставляли этих больных. И через 6 часов приезжали снова к ним. И проверяли, если там состояние ухудшалось. Естественно, мы их уже госпитализировали. Борясь с опасным вирусом, Залина заразилась и сама. Но как только выздоровела, не задумываясь, вернулась в строй. Сейчас, когда ситуация стабилизируется, вызовов стало меньше, делится врач. На станции скорой помощи Залина работает в 18 лет. До этого помогала пациентам в лагере. Несмотря на сложности, о выборе профессии ни разу не пожалела. Даже сейчас, проработав столько времени, очень тяжело. Особенно на скорой помощи очень тяжело работать. Нужен опыт работы. Вот слаженность работы нужна. Естественно, знания нужны. Постоянно надо над собой работать. Но все равно, если бы сейчас я закончила школу, я бы, наверное, все равно пошла работать врачом. И, наверное, только на скорую помощь. За самоотверженную помощь в борьбе с COVID-19 Залину Секуеву удостоили ордена Пирогова. Профессионализм и неустанное желание помогать. Именно так о Залине отзываются коллеги. Прошла к нам рядовым доктором. И когда я посмотрела ее желание работать, ее понятие восприятия больных, как она их воспринимает, как своих родных по отношению к больным, рекомендовала ее на специализацию по кардиологии. И мои надежды, конечно, оправдались на 100%. Профессионал своего дела. После ее обслуживания очень много добрых слов бывает со стороны больных. Ни одного повторного вызова у него не бывает. Во время распространения коронавируса большая нагрузка легла и на отделение реанимации и анестезиологии КБСП. Старшая медсестра отделения Татьяна Азизова рассказывает, 2 апреля в отделение поступил первый пациент с диагнозом COVID-19. С того дня весь медперсонал уже не покинул стены учреждения. И так в течение трех месяцев вдали от семьи. Абсолютно все коллеги наши, все справились. Было тяжело, привыкали. Практически на наше отделение легла нагрузка в три раза больше, чем в обычной жизни. Если у нас отделение рассчитано на 15 койко-мест, то в этот период у нас расширилось отделение до 45 коек. То есть все койки абсолютно были заняты. Персонал буквально валился с ног, потому что отойти ни от одного, ни от другого невозможно было. Душные защитные костюмы, маски и перчатки. Практически круглые сутки медики проводили у коек пациентов. Отдыхали пару часов и снова в бой. Рук, вспоминая Татьяна, не хватало. На помощь пришли студенты, ординаторы, врачи со всей республики. Каждому старалась помочь и направить. В тяжелой форме вирусом переболела и сама. Но даже тогда помогала коллегам дистанционно. В любое время дня и ночи на самом деле помогала нам с медикаментами, с любыми препаратами, которые мы получали. В ходе того, когда никто ничего не знал об этом заболевании, как заходить сюда, с какой стороны вообще подходить, как одеваться, это все был проведен инструктаж. Была кардинально перевернута наша, в кавычках, реанимация. Нас перевозили с одного отделения в другое. Это все в основном организаторам и помощью была она. За верность профессии в такое непростое время Татьяну Азизову удостоили медали Луки Крымского. Медик признается, приятно, что оценили труд. Но это не только ее заслуга. Все работали на износ. Конечно, очень приятно, даже не буду лукавить. Приятно, что заметили, отметили мою работу. Это лишь малая часть героев в белых халатах, благодаря которым были спасены тысячи жизней. Каждый из них доказал верность клятве Гиппократа и долгу помогать людям. Алина Хасаева, Алан Суанов, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.